Фикус эластика мелани наиболее компактный сорт типового вида. Он прекрасно подходит для выращивания в небольших помещениях. Чтобы создать оптимальные условия для содержания фикуса в помещении, необходимо учитывать особенности цветка и его требования. Для формирования густой и красивой кроны, которая станет украшением интерьера, фикусу требуется плодородная рыхлая почвенная смесь. Её можно купить, эту землю, в специализированных магазинах, а можно подготовить собственноручно, соединив листовую, дерновую землю, песок и торф в равных частях. Фикус мелани любит большое количество рассеянного света, которое ему смогут обеспечить окна восточного или западного направления. Так как фикус является растением продолжительного светового дня, то в зимнее время рекомендуется организовать досвечивание при помощи люминоцветных ламп. Комфортный температурный режим в весенне-летний период составляет 22-30 градусов тепла. С наступлением зимних холодов по возможности следует понизить температуру в помещении содержания до 16-18 градусов. Критический температурный минимум, ниже которого корневая система фикуса может пострадать, составляет 12 градусов тепла. Я держу свои фикусы зимой на подоконнике. Так как фикус произрастает в тропиках, то ему требуется высокая влажность в помещении, поэтому его следует регулярно опрыскивать водой комнатной температуры. Фикус засухоустойчивое растение. У меня даже получается так, что земляной ком высыхает полностью в горшке, и только после этого я поливаю его. Положено поливать фикус, когда земля просохнет до 2-4 сантиметров, а у взрослых растений на глубину 12 сантиметров. Только после этого следует поливать фикус. Излишки воды в поддоне следует выливать, чтобы не спровоцировать развитие серой гнили. В целях поддержания чистоты и красоты требуется протирать листья фикуса мелания влажной губкой. Фикус мелания, обладающий однотонными зелеными листьями, подкармливается в период активной вегетации трижды в месяц. При помощи жидких минеральных удобрений с повышенным содержанием азота, который стимулирует развитие пышной кроны. В начале весны фикус мелания необходимо обрезать. Это поможет придать кроне желаемую форму и предотвратить вытягивание побегов. Чтобы прекратить рост вверх и стимулировать ветвление, необходимо укорачивать цветок на 4-6 листов вниз. Купленный в магазине фикус не следует сразу пересаживать в новый горшок, а отдать ему хотя бы месяц постоять отдельно от других растений для карантина. Если вы купили молодой экземпляр, то пересадка фикуса проводится каждую весну, а взрослые фикус пересаживают раз в 4 года. Размножают фикус мелани при помощи черенка, либо воздушного отводка. Заготавливаются черенки длиной 15 см с косым срезом. Лист, находящийся над срезом, срезается на 1 третью. Млечный сок смывается водой. Черенки подсушиваются на протяжении 2-3 часов, а затем вместо срезов обрабатываются корнеобразователем. Обеззараженная ёмкость наполняется смесью из торфа и песка, в которую помещаются черенки до второго междоузлия. Ёмкость накрывается полиэтиленом для создания необходимых показателей влажности и температуры. Когда черенки укоренятся, о чём будут свидетельствовать новообразовавшиеся листки, растения нужно пересадить по отдельным горшкам. Воздушными отводками Это более трудоёмкий способ размножения. Оголённая часть побега надрезается по кругу. Повреждённое место обкладывается мхом, который фиксируется при помощи скотча или другого сподручного материала. В процессе образования корней мок содержится в увлажнённом состоянии. Когда у отводка образуются воздушные корни, побег отделяется от материнского растения и помещается в индивидуальную ёмкость, наполненную плодородной почвенной смесью. Несмотря на нетребовательный характер компактного растения из тропиков, его выращивание в комнатной среде может осложниться возникновением ряда проблем. Желтеют листья и опадают. Эта трудность может возникать из-за переливов, а также вследствие заселения побегов с осущими вредителями, питающимися соком листьев. Если стебель темнеет, это происходит из-за застоя влаги и развития корневой гнили, при которой следует удалить поражённые корни и пересадить цветок в свежий субстрат. Может наблюдаться потемнение побега. Листья приобретают бурый оттенок. Эта ситуация отмечается при недостатке питательных элементов в субстрате, который подлежит регулярному обогащению и обновлению. Кончики листьев сокнут, причина кроется в чрезмерно сухом воздухе, увлажнить который можно при помощи опрыскиваний либо установки специального увлажнителя. Если на побегах появляются красные пятна диаметром в 1-3 см, то необходимо переместить цветок на другое место, куда не попадают прямые солнечные лучи, которые обжигают фикус. Таким образом, любители фикусов по достоинству оценят компактный сорт мелани, который пленяет своей красотой и простотой содержания. Надеюсь, вы полюбите фикус эластика мелани так же, как люблю его и я. Спасибо за просмотр!